Если ваши личностные границы нарушаются, через них лезут диверсанты, мысли, вирусы. Это еще один признак нарушенных границ. Когда реально ты понимаешь, что из тебя вынесли эмоции, из тебя вынесли настроение. Давайте-ка посмотрим, дорогие мои, какие бывают личностные границы вообще у людей. Потому что у разных людей бывают разные личностные границы. И для некоторых вообще не страшно у ребенка, например, вообще мягкие личностные границы относительно своих родителей. До поры до времени, до подросткового возраста. До тех пор, пока эти границы не будут другими. Губчатые границы, когда мы впитываем интересы других, когда мы с огромным интересом впитываем чужие мнения, чужие идеи. И он у меня. Библиотека какая. Жесткие личностные границы. Это когда человек понял правду и сказал, что все хорошее. Вот, кстати, обратите внимание, некоторых людей так и переклинивают. То жесткие кордоны с границами, то заходи кто угодно, то вовсе даже менять личностные границы. Но, тем не менее, пресловутые физические, духовные, социальные, психологические личностные границы достаточно часто нарушаются. А там, где они нарушаются, там и влезает разная зараза. Здравствуй, вирус. Здравствуй, мысли, вирус. Признаки нарушенных личностных границ. Мое или чужое. Идея моя или чужая. Одежда моя или чужая. Ребенок, который забрал у тебя телефон, забрал у тебя компьютер, забрал у тебя ноутбук, но не вернул на место. Что принадлежит тебе из того, что ты любишь? А что тебе внушили другие? Кем мы хотим быть? Какими мы хотим, чтобы нас видели другие люди? А вы просто для себя так отмечаете. Да, нет, да, нет. Стараемся ли вы быть таким, чтобы понравиться другим? Близкому человеку, любимому человеку. Ребенку. Ведь рядом с ребенком ты же должен быть. Ты же мать. Ты же отец. Ты же дед. С трудом говорят, другим людям нет. А я не говорю, вообще не говорят. Но с трудом. Такой дискомфорт, знаете. Дискомфорт сказать, поехали. Нет. Но дискомфорт, дискомфорт, дискомфорт. Потому что сегодня ты скажешь нет. Завтра ты скажешь нет. А через два дня, раз ты два раза сказал нет, один раз ты скажешь да. Зависит ли твое счастье от твоих близких? Зависит ли твое счастье от того, что скажет Байден? Объявит он очередные санкции или нет? Как там Лукашенко? Что там в Карабахе? Доверяю другим, потому что другие лучше знают. И тут я сразу помню. Психотерапевт Европейского реестра. Все такое. В прошлом вице-президент профессиональной психотерапевтической лиги. И в будущем, скорее всего, тоже. Важный человек. Занимается делами и проблемами других, а не своими. Тут меня слушают много вообще психологических консультантов, политтехнологов, сотрудников различных организаций. Более того, предпринимателей, которые думают о своих целевых аудиториях. Потому что о чем им еще думать? Продавцы, которые думают о своих покупателях. Покупатели, которые думают о продавцах. Чьими делами мы занимаемся, люди? Вы удовлетворены отношениями, которые у вас складываются с окружающим миром. Вот так по-честному. А вот все вообще удовлетворяет. Ведь правда? Нет. 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 Не все. Но вы продолжаете. Продолжаете общаться с государством, с миром, со вселенной. Трудно заявлять. Это же тоже нарушенная граница, когда тебе реально трудно заявить, что ты хочешь и чем ты нуждаешься. Нет, ты заявляешь, но иногда с таким просто опломбом, с таким «мне это надо». А что ты так говоришь-то? Да потому что мне это надо. Потому что тебе трудно на самом деле было сказать. Ты напряглась, собрала все силы и сказала «мне надо», «мне надо», «мне надо», «я имею право», «я должно сказать, что мне надо». Это тоже нарушение нарушение личностных границ. Слушайте, я пока всего 9 перечислил, у меня их 20, как у вас. Как у вас эти внутренние ощущения? Как у вас с нарушениями личностных границ? Потому что, если ваши личностные границы нарушаются, через них лезут диверсанты, мысли, вирусы и только жёсткий карантин. А что такое жёсткий карантин? Это значит, рано или поздно он падёт и всё равно что-то туда полезет. Вот они отношения. Меньше или больше ты вкладываешь, чем другой человек в эти отношения. Вот твоя дочь, допустим. Кто больше заботится об этих отношениях, ты или твоя дочь? Вот твой близкий человек, муж, жена. Ты больше в них вкладываешь. Как ты считаешь? А подумать? Наконец, ещё одним признаком нарушения границ, это вот действительно, когда кто-то вмешивается в твои дела. Ну, я уже говорил, ребёнок, который забирает буквально всё, что ты положил ни там, ни тогда. Всё, до чего может дотянуться рука маленького человечка, принадлежит ему, а не тебе. Деньги. Есть люди, у которых вообще своих денег нет. Ну, старый добрый анекдот. Скажи, сынок, если у меня 3300 рублей, а у нашей мамы 1700, то сколько будет у нашей мамы? 5000. Правильно, сынок. Друзья и коллеги, от которых мы зависим. И если вы думаете, что это дело касается только подчинённых и начальства, то поверьте мне, дорогие мои. Есть у меня пара таких подчинённых, которые саботируют все, ну хорошо, не все, большую часть моих действий. Они искренне уверены, что они лучше знают, что лучше для организации, чем я. Казалось бы, её лицо, лидер, ну и так далее. Застенчиво. Застенчиво. Но здесь нет, конечно, нет. Конечно, никто из нас не застенчив. Конечно, все мы достаточно харизматичны. Все мы достаточно легко в состоянии вообще быть и решать за других. Их все мы говорим первыми. Ну так ведь? Свои мысли. Конечно же, конечно же, мы легко открываем с моим мысли другим людям. Правда? 14 пока, сколько вы уже набрали? О, кто сказал? 10. Да, приблизительно так. Трудно быть с собой наедине. Не, я не говорю там напиться. Нет. Я не говорю почитать книгу. Нет. Но почитать книгу – это уже не наедине. Почитать книгу – это значит уже спрятаться в книгу от себя. Господи, люди в природу от себя прячутся. В других от себя прячутся. А вот с собой наедине побыть – это не каждый может. Чувствительные критики. Чувствительность критики – это тоже признак нарушения границ. А когда мы смотрим на количество лайков на нашем посте в Фейсбуке, когда мы смотрим на количество лайков на нашем посте в Инстаграме, почему в этот раз меньше? Что я не так сделал? Почему в прошлый раз сердечек было больше, а в этот больше просто нравится? Еще одним признаком нарушенной границы – это неумение хранить секреты. Ну вот как ребенок, которому что-то расскажешь, и так и хочется рассказать другим. Я вот прочту, например, какую-то книгу, мне сразу хочется рассказать о ней своим близким. Сразу же невозможно, невозможно спрятать информацию. Так и хочется прокричать у царя Медаса «Ослиное уши». Опустошенность – это еще один признак нарушенных границ. Когда реально ты понимаешь, что из тебя вынесли эмоции, из тебя вынесли настроение, из тебя вынесли что-то еще. И вот эти все нарушенные границы, они как раз и заставляют человека испытывать гнев, срываться, затаивать дыхание. Она всего лишь подняла чуть-чуть голос. Она всего лишь сказала «Слушай, отстань, видишь, я занята». А в это время ты взрываешься и прячешь свой гнев. Прячешь свой гнев, отдышиваешься. И только потом возвращаешься назад. Не зная, чего же ты хочешь на самом деле. 20 признаков нарушения границ. Сколько вы насчитали у себя? Пройдите тест и узнайте о себе много интересного. Какие из ваших сфер жизни находятся в прекрасном состоянии, а над какими стоит поработать. Ссылка на тест в описании. Хотите больше видео? Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и сообщите нам темы, о которых вы хотите услышать наши новые видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!